Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощу. Вот видите как прекрасно, стоянка хорошая, парковочка, на любое место становитесь, все будет хорошо, тогда мы вот здесь и станем, вот здесь. Вот. Порядок, добрались. Первое впечатление приятное, согласитесь, красивое здание, будем надеяться, что отдых будет интересным. Особенно меня впечатлило название ресторана, называется Богема. Будем надеяться, что здесь готовят вкусно. Как вы считаете вообще, рок-музыканты являются богемой нашего общества или нет? Проверим, как там нас будут воспринимать. Если будут с уважением, значит мы точно богема нашего русского артистического общества. А если будут кормить плохо, тогда мы не доросли. Вот так вот. Всем привет рокеров. Спасибо. Аквазон у вас в ТМС-митболе, посетить вы ее сможете за дополнительную вкладку. Это тысячу рублей на каждого поезда. Сейчас в аквазону необходимо предварительное бромирование. Ну вы даете. У нас на севере это было самое главное развлечение. У вас шето, ваш личи, у вас 145 номера, это первый этаж прямо по коридору. Ого, хорошо. Вот он, заветный номерок. Посмотрим. Ну что, хороший номерок, чистенький, аккуратненький. Думаю, два дня мы проведем здесь и с пользой, и с удовольствием. Мы люди неприхотливые, нам много не надо. Лишь бы кондиционер работал. Да вид был хороший из окна. А вид здесь, по-моему, неплохой. Смотрим. Да. Деревья видно, по крайней мере. Нормально. Все прекрасно, вне зависимости от чего. Мы с супругой научились получать удовольствие в любой ситуации, куда бы мы ни приехали в отпуск. Потому что, бывает, проезжаешь, а тебе подменили номер. Ты заказывал люкс, а там какой-нибудь одноместный номерок без туалета и душа. Но главное спокойно все воспринимать и получать удовольствие от жизни. А здесь номер прекрасный. Маленький, но хороший. Вот так. Проверим еще санузел. Как тут? Давайте вместе посмотрим. Ну что, скромно, но со вкусом. Все есть. Душ есть, ванна есть, умывальник есть и тордит. В смысле, унитаз. Все есть. Это у меня друзья однажды. Выкупили санаторий. Профсоюзный, бывший. А он на берегу Истри. Красавчик, санаторий. Все есть. Прямо к берегу воды спускается. Есть и яхт-клуб они там создали. На набережной сделали ресторан. Все сделали. А номера там были профсоюзные. Туалетная, он на этаже. И кухня общая. И они что там только не переделывали. Так туда людей заманить не смогли. Они и корты-то не сныслили. Все что угодно сделали. И еще они одну ошибку сделали. Они взяли, пригласили повара из соседней деревни. Там какая-то тетя Фрося очень вкусно готовила. Жареную картошку. И они туда пригласили. Эту тетю Фрося. И тетя Фрося начала готовить жареную картошку на завтрак, на обед и на ужин. И они меня как-то пригласили. Говорят, приезжай, поддыхай. Мы тут такие люксовые номера сделали. Все нормально. И действительно. Они взяли, построили отдельный корпус. А были люксовые номера. Но на второй день я уже не мог есть эту жареную картошку. Блин, сжог началась. Так что здесь все есть. И туалет. И ванна. И душ. И хороший номер. И вид на деревья. На сад. На парт. Осталось проверить ресторан. А тут их два. Один называется Прованс. Это с французской кухней. А второй богема, который мы видели с вами. Проверим и тот и тот расскажем. Как все обстоит дело здесь. Идем во французский ресторан. Называется Прованс. Помните у елки песня? Самая знаменитая. Про Прованс. Про летчика, который в самолете будет нам молиться за то, чтобы он приземлился в Провансе. А там рядом уже Прованс. Вот здесь ресторан с Прованса внизу. Французский. Сейчас будем обедать на летней веранде. Выглядит вроде бы заманчиво. Посмотрите. Осталось попробовать кухню. И тогда уже доложим. Пойдем. Находимся на летней веранде ресторана Прованс. Французского. Но кухня здесь в основном русская. Но есть грузинские рулетики из баклажанов с орехами начинкой. И есть европейские блюда, конечно. Расскажу, что заказал себе я. На легкий обед, чисто. Вот я заказал себе креветки на гриве. Тигровые. С рукавой и азиатским соусом. Заказал себе запеченный баклажан с сыром. И заказал себе котлетки из щуки и судака. И так как я иногда позволяю себе расслабиться. Хоть я уже прекратил и обжираться. Водку я давно и пью. То я позволил себе кофе латте. С моим любимым Наполеоном. Вот такой вот я сегодня устрою обеденный разврат. Потом докажу, как было, вкусно или нет. Закуску принесли креветочки с лимоном. Отмечаю, хлеб хрустящий, горячий, масло чесночное. Очень вкусно все. И правильно сделано масло распопленное. А то бывает приносят замерзшее из холодильника. А ты его потом отрезать не можешь. А здесь все правильно. Чуть подсолить. Немножко поперчить. Это самое лучшее запуск. Когда люди голодают, что им снится? Им снится не гречка, не рис. Им снится хлеб. Потому что в нем все элементы полезные. Все. Вся таблица Менделеева здесь находится. Это то, чего человеку всегда не хватало. Порадовали пока. Ну что, креветки неплохие. Действительно на гриле приготовленные. Не просто политы нам на сковородке и прикоптили их чем-то, каким-то солом. А действительно приготовлены на гриле. В меру посолены. Чуть сладковаты. То есть в сочетании соленого и сладкого вкусно. Лимончиком поливаешь немножко. И получается неплохо. Но! Самые вкусные креветки я пробовал на гриле. Это делали... Был на Москвы реке. Стоял такой плавучий док. Там ресторан был. Я уже забыл, как называется. Возле Киевского вокзала. Там недалеко. На набережной. И там делали креветки. Они их раскрывали. Они назывались баттерфля. Они их делали так, как бабочка. Они раскрывались. В чесночном соусе. Потрясающие креветки. Я туда заезжал. Только ради этих креветок. Чтобы попробовать. Они были в чесночном соусе. Великолепные. Со сметанкой. Все отлично было. Но ресторан потом сгорел. А почему сгорел? Потому что начальство приказало убрать все рестораны. И все эти доки плавучие с Москвы реки. И людей бизнес рушился. Они, скорее всего, сами его и подожгли. Но это я так думаю. Может быть, это не так. Ну, чтобы получить хотя бы страховку. Принесли котлетки из щуки и судака. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Видите, с таким соусом. Попробуем сейчас. И пюре. Хорошо. Хорошо. Но. Самые вкусные котлеты из щуки. Я ел в Астрахани. Там у нас был филиал нашей компании. И поэтому, когда мы туда проезжали, то наши друзья угощали нас не оситриной. Там ее валом было. И не черной икрой. Там этим все уже присытились. А угощали нас щучьими котлетами и щучьей икрой. Щучья икра, если ее правильно приготовить, потрясающая вещь. Она вроде бы дешевая, но закуска, подводку, идеальная. Берется щучья икра. Туда маслица. И зеленого лука нарезаешь. Потом это взбивается, чтобы пена аж пошла. И вот это на хрустящий хлеб и подводочку. Закуска великолепная. Но здесь тоже котлеты очень вкусные. Мне нравятся. А почему я заказал котлеты из щуки? А потому что у нас группа Волощука. СД. Вот поэтому пробую везде. Где самые лучшие котлеты из щуки? Неплохие, неплохие. Что могу сказать? Хорошие котлетки. Не обманули. Спросил у них, они, например, хорошие. Принесли баклажан, запеченный с сыром пармезаном. Попробую. Сейчас скажу. Как он тут? С помидором, с пармезаном. А ну-ка. Хорошо. Хотел сказать неплохо. Хорошо. Но самые вкусные баклажаны, ну на мой вкус, конечно, это хрустящий баклажановый салат азиатский, который готовят в ресторане Антона Винера под названием Урюк. Вот они хрустят. Потрясающе. Как они это делают, я не знаю. Но там повара узбеки, которые знают и умеют готовить блюда из различных овощей. Потрясающий салат. Хрустящие баклажаны. Ну, великолепный азиатский салат. Вот такой. Но это тоже очень вкусно. Реально очень вкусно. Поэтому будете в Репино, в отеле Резиденс, спа отель Резиденс, попробуйте баклажанчики, вам понравится. Пять баллов. Но в Урюке пять с плюсом. И вот апофеоз сегодняшнего обеда. Разврат обеденный, который осядет на моих боках. А в итоге я буду с ними отважно бороться. Это Наполеон. Сейчас скажу вам, умеют делать или нет. Потому что хороший Наполеон должен быть пропитан кремом. Он не должен быть сухим. Вот здесь сделали правильно. Он настоялся. Коржи пропитались кремом. И он тает во рту. Это прекрасно. Это значит, человек понимает, как делается Наполеон. Я говорю про шеф-повара. Я во многих местах ел вкусно Наполеон. Но мне запомнилось из недавних мест. Это новый парк Зарядье в Москве. На месте гостиницы Россия. И вот там вот есть ресторан. Прекрасный ресторан. Я забыл, как он называется. Но там представлена кухня разных народов. В одном ресторане все это сделано. И вот там есть в углу такой кондитерский отдел. Наполеон высший пилотаж. Но здесь тоже хороший. Рекомендую. Кто будет здесь, рекомендую. Настоящий. Пропитанный. Сочный. Видите? С ягодками. И с кофе. Хорошо. Вот мы добрались наконец-то до спа-отеля Резиденс. С заливом финским по соседству стоит он полный всех блаженств. Сразу отмечу я парковку. Просторно здесь. Для всех гостей хватает места. Без сноровки особой развернешься здесь. Еле шумят вокруг и сосны. Дышать приятно и легко. Сотрудники очень серьезны. Желают только одного. Чтоб чувствовали вы комфортно себя везде. В любом часу. Лишь первоклассные курорты умеют так создать уют. Здесь есть бассейн, хамам и баня. Чудесные здесь номера. Есть парикмахер, тетя Таня. И ресторана целых два. Один с названием Богема. Как будто создан он для нас. Богем наш рокерское племя. Другой кабак зовут Прованс. Надеемся, что удивят нас шеф-повара и там, и там. Ведь как же все-таки приятно есть по утрам и вечерам. Нас поселили очень быстро. А тут обед настал как раз. И мы, голодные туристы, сразу отправились в Прованс. Ну что, хочу сказать. Неплохо. Не огорчили. Хоть могли. Ведь настроение очень просто испортить. Взять, пересолить. Но было вежливо и вкусно. Каждое блюдо, что я взял. Котлеты из зубастой щуки, креветки, да и баклажан. Ну а десерт, что взял под кофе, был выше всяческих похвал. Наполеоном я здоровье после рок-будней поправлял. Супруга лакомилась стейком средней прожарки. И вином, игристым, белым, чудодейским. Все было вкусно за столом. Завтра рассказ я свой продолжу. Про отпуск очень краткий наш. Надеюсь, извлечете пользу. Возьмете влог на карандаш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова